Нужно ли лечить цитомегавирус? Иммунная система прекрасно сама с этим справляется и все хорошо, но давайте помним до поры до времени. Существует возрастная инволюция иммунной системы, наступает рано или поздно старость, дряхвость, снижение всех функций органов, в том числе иммунная система начинает проявлять себя хронические заболевания, вылазить и в старости глубокий цитомегавирус может создать достаточное количество неприятностей. Вплоть до того, что послужит причиной гибели человека. Но это если говорить о старости. Если говорить о зрелом или активном возрасте, то когда иммунная система в порядке, если цитомегавирус себя ничем не проявляет, в принципе можно на нем не замыкаться. То есть желательно контролировать раз в год, раз в полгода сдавать титры иммуноглобулинов и смотреть. Если хронически идет иммуноглобулин G, цифра нормальная, видность высокая, значит заниматься, развиваться, жить и получать удовольствие. Но если часто болеешь, есть какие-то нарушения функционирования в организме, вылазят какие-то отклонения внутренних, отдельных внутренних органов, безусловно это повод для того, чтобы проконтролировать, тем более если ты уже знаешь, проконтролировать состояние цитомегавирусной инфекции. Если там идут какие-то подвижки, какое-то отклонение в сторону, показывающую активацию этой инфекции, безусловно ее нужно лечить. То есть если инфекция себя проявляет, если есть нарушения в организме или если есть ослабленная иммунная система, скажем, ну возьмем ВИЧ-инфицированных, такой наиболее веский аргумент, то цитомегавирус лечить можно. Но опять же, ВИЧ-инфицированная, ВИЧ-инфицированная, а давайте возьмем любого другого хронического больного, того же сахарный диабет, тот же туберкулез, тех же больных ревматизмом, сердечной недостаточностью, где на фоне других причин, но уже наступило ослабление иммунной системы организма, и тоже здесь нужно будет проводить лечебное мероприятие и воздействие на цитомегавирусную инфекцию. Поэтому лечить, не лечить вопрос сложный, но в большинстве случаев, если бессимптомное носительство, мы не лечим, наблюдаем, но если есть какие-то отклонения в работе организма, то лишний повод лишний раз пообследоваться, и если есть признаки активной инфекции, то пройти, провести лечение. Как проводится лечение, если инфекция обострилась? В зависимости от того, насколько она обострилась, можно проводить и применять противовирусные препараты, применять специфические иммуноглобулины, противоцитомегавирусные, или не специфические иммуноглобулины, но, как правило, в этой ситуации уже капаются внутривенные, в больших дозах. Применяются иммуномодуляторы, микроэлементы, витамины. То есть это комплексное лечение, которое требует применения нескольких разных групп препаратов. И, как я уже сказал, и противовирусных, и специфических иммуноглобулинов, то есть усиливающих специфическую защиту, дающих иммуноответ, и иммуномодуляторов, иммуностимуляторов. Хотя разные авторы утверждают по-разному, кто говорит, что иммуностимулирующая терапия оправдана, кто говорит, что это не доказано. Но мы будем исходить из того, что есть на сегодняшний день, то, что применяется в медицине. То есть иммунотерапия применяется, и, по моему глубокому убеждению, дает хорошие результаты в комплексном, в комбинированном лечении. То есть сама иммунотерапия в монотерапии, она результата не принесет. То есть мы не сможем воздействовать, тем более, если инфекция достаточно активна, достаточно агрессивна и имеет тенденцию к генерализации. То есть комплексное лечение, в любом случае к иммунотерапии будут подтянуты уже выше указанные мной группы препаратов. То есть лечение нужно, лечение должно проводить, схема лечения порой достаточно сложная, лечение длительно, от 2-3 недели. Иногда супрессивная терапия может занимать и до 2-3 месяцев, а у ВИЧ-инфицированных лиц, лиц с ослабленным иммунитетом и того дольше. Лечение у мужчин и женщин проводится одинаково? В принципе, лечение у мужчин и женщин проводится одинаково. Здесь каких-то гендерных отличий нет. Препараты одинаково действуют и на мужской, и на женский организм. Дальше будем уже исходить из того, какова клиника. То есть воздействовать на какую-то сферу. Безусловно, нам нужно помнить, что все-таки мужчины и женщины отличаются по анатомическому различию. Поэтому, если у мужчины будет задействована половая сфера, это будут одни препараты. Если будет задействована в воспалительном процессе, в болезненном процессе, у женщины женская половая сфера, это, безусловно, будут другие препараты. То есть вот в этом будет отличие. А базовые схемы получения противовирусных, специфических каких-то препаратов, иммунотерапии, там и все остальное, это особого отличия не будет. Там только будем рост, вес, возраст учитывать. Ну, безусловно, будем учитывать беременная, не беременная. Тогда уже это существенный фактор, который влияет на схему лечения. Но если женщина не беременна, то схемы у мужчин и женщин абсолютно одинаковы. Сколько в среднем может составлять курс лечения цитомигаловируса в острой фазе? В острой фазе может составлять от 2-3 недель до 1,5-2 месяцев. Когда антибиотики применяются при этом заболевании? Антибиотики применяются при подключении, при присоединении вторичной инфекции, сопутствующей инфекции. То есть вирус сам по себе, цитомигаловирус это вирус. Вирусы лечатся специфичными противовирусными препаратами, избирательно воздействующими на эти вирусы. То есть либо блокирующие их проникновение в клетку, либо блокирующие какие-то белки или ферменты самого вируса. И с бактериями никакого отношения не имеющие. Антибиотик это препарат, который воздействует на бактерию. Это совершенно другой вид живых организмов. Это так же как сравнивать собак и акул. Мы не можем сравнить льва и акулу, собаку и акулу, рыбу. Потому что это совершенно разные животные организмы, живущие по разным принципам, имеющие различный метаболизм, разные обменные процессы. И то, что для акулы хорошо, для собаки будет плохо. То же самое здесь. Или вообще никак для собаки не будет. То же самое здесь. Противовирусные препараты это лечение вируса. А антибиотики это исключительно бактериальная инфекция. И антибиотики воздействуют на бактерии. Но учитывая, что и теми, и другими мир насыщен в достаточном количестве. И мы являемся носителями десятков и сотен штаммов различных микроорганизмов. И полезных, и не очень полезных. И использующих наш организм в качестве жилища. И как паразиты, и как комменсалы, и как транспортную среду. То есть способ досталки из одной части географии в другую. Значит, поэтому присоединение вот этих, активация вот этих патогенных или условно патогенных микроорганизмов бактерий потребует применения антибиотиков. То есть на фоне вирусной инфекции может быть активация вторичной сопутствующей инфекции. Тогда потребуются антибиотики. Но если мы имеем чисто вирусное воспаление, которое подтверждается клиникой, которое подтверждается анализами, которое, не дай бог, конечно, если задействованы внутренние органы, мы видим чисто вирусное повреждение внутренних органов без бак-инфекции, мы проводим противовирусную терапию. Если мы подозреваем, опасаемся, что, скажем, при цитомиговирусной терапии у нас может быть осложнение бактериальное, тогда мы можем фоново дать антибиотик, но это не будет являться основным лечением, это будет фон для предупреждения развития вторичной инфекции. Да, вот тогда мы антибиотики можем применить. Но мы должны понимать, это не основное лечение. Основное лечение при активном вирусном процессе это будет противовирусная терапия, которая с антибиотиками, противовирусные препараты с антибиотиками, ну, пересекаются только на полках аптек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА